Продолжение следует... Стоять! Цао Циань, это было неплохо. Отпустишь руки, я не могу надеть наручники. Извини. Сяо Циань, ты отлично поработал. Удачи тебе в будущем. Спасибо. Я многому у тебя научился. То, что мы делаем, незначительно. Важную работу делаешь ты. Увидимся. Увидимся. Джо Лао Сан, почему ты вернулся? Разве ты недостаточно уже отсидел? Тебя совсем недавно выпустили. И снова ищешь неприятности. Я прав? Советую начать говорить. У нас есть запись твоего преступления в прошлую ночь. Да. Это был я. Продолжай. Вчера я увидел припаркованный перед домом роскошный автомобиль. И несколько хорошо одетых мужчин вошли в дом. Я тогда подумал, что внутри должно быть что-то ценное. Поэтому я влез туда. Расскажи нам все. Когда я вошел в тот дом, хозяева ужинали в гостиной. Поэтому я пошел в кабинет. Я все обыскал. Но были только книги. Я не нашел ничего ценного. Я не знал, что старик был там. Кто здесь? Вы! Ты сказал, что ничего не взял. Я напомню тебе. Нефритовый браслет. А еще четки. Где они сейчас? Вы знаете, в нашем бизнесе есть свои правила. Каждый раз вор должен взять что-нибудь. Не важно, даже если мелкая добыча. Твой учитель хорошо тебя обучил. Что еще ты планировал украсть, кроме этого? Ничего, больше ничего. Ты уверен? Да, уверен. Тогда почему ты пришел к этому дому сегодня? В тот день я убежал слишком быстро. Я не знал, что у старика плохое здоровье. Позже... Я услышал, что вора поймали. Я решил, что это моя удача. Я думал, если я вернусь и украду несколько картин или смогу достать немного денег, скажи мне, кто за всем этим стоит? Тебе за это заплатили? Нет, я сделал это, потому что я беден. Тебе нужно серьезно подумать. Босс, а как насчет иных комнат? Не проверяй. Сначала проверь мою. Джихань, доброе утро. Доброе утро. Ты рано встала? Уже завтракаешь? Что там у тебя? Попробую. Это вкусно. Ты хорошо спал прошлой ночью? Да, неплохо. Попей, поможешь мне сегодня? Принести молока? Да, пожалуйста. Все уже здесь? Не неси чушь, Лиле все еще в полицейском участке. Как ты можешь говорить, что все здесь? Твоя девушка в беде, а ты ведешь себя так, словно все нормально. Мы так волнуемся, что не могли уснуть. Ты такой плохой парень. Неудивительно, что она хочет порвать с тобой. Вернуйся, она все равно вернется сегодня. Что? Ты серьезно? Откуда ты знаешь? Моя интуиция. Без шуток. Это реально? Или ты шутишь? Мне нравится шутить, но я не буду шутить про свою девушку. Ты часто это делал? Много. Немного молока. Скажи мне, является ли твоя информация точной или нет? Сформулирую это так. Сегодня утром я позвонил в полицию и спросил об этом. Теперь счастлив? Босс, ты веришь в это? На этот раз я доверяю тебе. Ну и я. Это классно. У меня есть идея. Пойдем в полицейский участок. Мы будем транслировать в прямом эфире освобождение Лиле. Это пощечено для тех, кто нас убежал. Отлично, лучшая идея. Идем, отпразднуем. За нас. Ваше здоровье. Спасибо. Спасибо. привет. Синьё вернулась в команду. Иди поздоровайся со всеми. Лили, ты в порядке? Все хорошо, спасибо. После наших ожиданий в целые сутки, Синьё тесно работала с полицией, и они нашли настоящего преступника. Были некоторые пренебрежительные и неблагоприятные комментарии в интернете вчера вечером. Сегодня мы доказали их неправоту. Госпожа Ли, мне очень жаль, моя семья вчера поступила очень эмоционально. Как мы можем компенсировать ложные обвинения? В этом нет необходимости. Как учитель Ю? Он очнулся. Мы сейчас в прямом эфире. Можете ли вы прояснить ситуацию для пользователей сетей? Конечно. Все, кто это смотрит, я являюсь сыном господина Ю. Спасибо за ваши переживания. Моему отцу сейчас лучше, он проснулся. У моего отца болезнь сердца, но он скрывал это от нас. Что касается вчерашнего недоразумения, на самом деле это не было недоразумением. Это ошибка нашей семьи по отношению к госпожи Ли. Я пришел выразить извинения. Все в порядке. Кроме того, я написал новый пост, прояснил факты и признал свои ошибки. Надеюсь, все меня простят. Конечно. Вы сказали, что господин Ю уже проснулся. Отведите меня к нему, пожалуйста. После вас. После вас. Садитесь, пожалуйста. Хорошо. Поедем в больницу? Чем могу помочь? Извините, мы хотим навестить моего отца. Пациент еще нездоров. Вы не можете идти все. Хотите пойти первый? Мы можем подождать здесь. Спасибо. Возьми цветы. Ты пришла. Учитель Ю, простите меня. Не знала, что вы больны. Это не твоя вина. Обычно я чувствую себя здоровым. Думаю, что я уже достаточно стар. Это и моя вина. Если бы я не пришла к вам тогда, вы не заболели бы так внезапно. Если бы ты не пришла, я бы не встретился с дочерью Цифена. Мне было бы очень жаль. Сеньюэ, в тот день я сказал много неприятных слов. Я не хотел ничего плохого сказать. Не имел ничего в виду. Не думайте об этом. Вы сказали все правильно. Не волнуйтесь слишком сильно. Лучше берегите себя. Сеньюэ, искусство живописи очень субъективно. Так что я ни в чем не могу быть уверен. Но я уверен, что если бы был жив твой отец, он был бы великим художником и хорошим человеком. Мой лучший студент был лучшим мужем и хорошим отцом. И это абсолютная правда. Учитель. Я счастлива услышать это. Спасибо вам. Хорошо. Девушки отдыхают... Я просто позвоню. Возвращайтесь. Идем. Здравствуйте, господин Ли. Это Джихан. Это я хотел работать с вами. Да, да. Я звоню, чтобы напомнить вам о себе. Мы развеяли сомнения в интернете. Пользователи уже знают, что мы невиновны в произошедшем. Вы не будете с нами работать? Почему? Но, господин Ли, вы можете подумать об этом еще раз? Уменьшить наш бюджет, сократим расходы до 60% от первоначального предложения. Даже 40% или 30%. Господин Ли, подумайте еще раз об этом. Я правда... Господин Ли! Господин Ли! Почему ты здесь? Мы съехали. Мы можем сэкономить немного денег. Лилия, у нас еще есть деньги на гостиницу? У нас есть идеи получше. Сделаем специальную программу. Какую? Позже узнаешь. Джихан, не волнуйся. Идея у нас замечательная. Садись в машину, быстрее. Ну же, ну же. Что за программа? Не волнуйся. Давай быстрее. Садимся. Что происходит? Не волнуйся. Сяо Тянь, почему ты тоже здесь? Не знаю, они заставили меня выписаться. Кивин, садись в машину. Что вы задумали? Начнем. Всем привет. Сегодня мы опросили нескольких пользователей интернет-сети. Мы попросили поделиться с нами историями между ними и полицией. Я продавец на этом рынке. Сотрудники полиции в этом районе часто обучают нас во время патрулирования, как обнаружить воров. Я помню время, когда я оказалась в подземном переходе. Меня преследовал извращенец. Я испугалась и попыталась сбежать. К счастью, меня тогда спасла полиция. Негодяй успел сбежать. Расскажи. Нет, забудь. Скажи это быстро. Не буду, стыдно. Тогда я скажу. Я думаю, что полиция самая храбрая. Однажды мы пошли в торговый центр. Как только мы вошли, мы увидели психопата. Ты помнишь его? Он размахивал палкой. Мой парень был так напуган, что его парализовало. Он не мог сказать ни слова. Тогда прибежал особенно красивый полицейский. Одним движением он успокоил психа. Мой парень бесполезен. После этого мой образ в её глазах продолжал падать. Она заставляет меня ходить в спортзал каждый день. Это утомительно. Посмотрите на него. Моя история про полицию. У меня их много. Два года назад моей маме поставили диагноз Альцгеймер. Её память стала ухудшаться. Она несколько раз терялась. Полиция помогла нам найти её. Дважды её находили добрые люди. Они отправили мою маму в полицейский участок. Полицейские теперь всегда звонят нам и волнуются о ней. Я хочу сказать полиции. Спасибо. Полицейские тоже обычные люди. Но из-за их работы они превращаются в суперменов, которые используют любовь, ответственность и энтузиазм, чтобы защитить нас от опасностей в жизни. Говорят, что полицейские самые респектабельные люди. Сейчас мы хотели бы выразить благодарность всем нашим полицейским. Спасибо. Мы любим вас. Посмотрите на эти комментарии. Проверьте. Ну как? Наша идея хорошая? Сообщение, которое я написала, тоже фантастическое. Это видео набрало миллион просмотров за два часа. И воскопировало много людей. У нас много новых пользователей. Хорошая работа. Молодцы. Не дурно. Отлично. А как же я? Ты тоже отлично поработала. Я хочу поздравить всех. После этой трансляции. Надеюсь, многие подтянутся к нам и поддержат нас. Вы так не думаете? Это возможность найти спонсоров. Будет потрясающе, но я думаю, что важнее, что наша прямая трансляция подарила много позитива общественности. На этот раз Сяо Тянь прав. Давайте выпьем за положительные эмоции. Выпьем. 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 Лилия, ты должна предложить тост за Сяся. Когда тебе было тяжело, Сяся вступила из-за тебя в интернете. Сяся. Спасибо. Я сделала это не только ради тебя. Я сделала это для нашей программы. Также для Джихана. Это правда? Благодарю тебя. Давайте за нее. Спасибо за доверие. За нас. Папа, я ничего не делаю. Мы просто пьем. Сегодня у нас праздник. Я звоню, чтобы сделать тебе комплимент. Молодец. Можете доверять моим способностям. Дело не только в твоих способностях. Шоу, которое ты сделал, было великолепно. Оно повысило рейтинги общественности, обычным полицейским. Стоит сохранить комплименты на будущее. Про запас. Мне пора идти, кто-то идет. Пока. Шесть, восемь, три. Скорпион. Почему дверь открыта? Он только что вошел. Где хозяин дома? Он там. Босс Хуэй. Босс. Джо Лаусан, которого вы наняли, сможет ли он сохранить наш секрет? Я не сказал ему ничего важного. Он не посмеет нас разоблачить. Посторонние шестерки ненадежны. Позаботьтесь об этом сами. Да, босс. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Апэй, ты не устал? Давай я сяду за руль. Я в порядке, босс. Совсем не устал. Точно не устал? Я опытный водитель. Ты опытный водитель? Тогда скажи, где наша следующая остановка? Мы едем в округ. Откуда ты узнала? Ты была там раньше? Это моя работа. Я разрабатываю маршруты путешествий. И я спланировала маршрут для нашей поездки. Разве странно, что я знаю? Босс Чу, вы забронировали отель. Хотите, я поищу в интернете. Тебе придётся спросить Апэя. Не беспокойтесь об этом. Синьёя рекомендовала отель. Он построен из старого дома. Это стильно. Стильно? Синьёя, чем хорош этот отель? Я никогда там не была. В комментариях в интернете говорят, что это уникальный отель. Какова цена? Я проверил. Это очень дёшево. Ты удивишься, если я скажу. Чушь собачья. Как его название? Отель Вейдзямин. Что-то не так? Забудь, забудь. Они платят нам в два раза выше средней зарплаты. Нужно смириться с этим. Только деньги могут заставить нас работать в этом отеле. Дедушка. Дедушка. Отель сегодня открыт? Конечно, открыт. Тогда почему двери закрыты? У нас нет гостей. Нет смысла держать двери открытыми. Как можно принимать гостей с закрытыми дверьми? Здравствуйте, босс. Здравствуйте, босс. Почему свет выключен? Включите свет. Да, да. Так лучше. С выключенным светом гости не найдут ворота. Когда они придут сюда? Дедушка. Я хочу сэкономить электричество. У нас нет доходов без гостей. Мы также должны заплатить персоналу. Управлять этим отелем слишком дорого. Ерунда. Возвращайся к работе. Это странно. Наш отель Вейдзямин был довольно известен. Почему у нас нет гостей? Дедушка. Я скажу тебе причину, но ты мне не поверишь. Скажи мне, что-то странное происходит в нашем отеле. Все было хорошо, когда я руководил им. Откуда появится странность? Ты держишь его под контролем? Я сам в это не верю, но все это говорят. Наша гостиница отпугнула всех клиентов. Клиенты не станут лгать. И что они говорят? Много чего. В любом случае, индивидуальные путешественники не заходят. Туристические группы также избегают нас. Мы не можем свести концы с концами. Дедушка, смотри. Это счета за последние два года. Мы были в долгах. Главным образом мы полагаемся на плантации чая. Но сейчас и чайная плантация больна. У нас не хватает средств. Вчера мистер Ху настоял, чтобы я вернул ему деньги. У меня нет денег заплатить ему. Если мы продолжим управлять этим отелем, чайная плантация тоже будет уничтожена. Я отправил тебя за границу изучать гостиничный менеджмент. Чему ты научился? Дедушка, я изучал гостиничный менеджмент. Но у меня никогда не было такой ситуации. Что я могу сделать? Но, дедушка, у меня есть решение. Нестандартное решение. Что еще? Скажи мне. В экономике это называется передачей риска. Как же я могу перенести риск? Мы продадим отель. Таким образом риск передадим другим. Мы не можем. Наша семья владеет этим домом уже более ста лет. Его нельзя продавать, пока я живу. Дедушка, тогда у меня нет выбора. Может быть, ты найдешь лучшее решение? Мне неловко перед предками нашей семьи Вэй. Дедушка, не надо жалеть предков. Смотри. В настоящее время несколько компаний хотят купить наш отель. Компания Макао предлагает самую высокую цену. 99 миллионов. Разве этого недостаточно, чтобы утешить предков? Дедушка, я не хочу покидать этот отель. Твой отец умер. Я стар. Судьба отеля зависит от тебя. Дедушка, я вырос здесь. Этот отель много значит для меня. Я старался изо всех сил, но это бесполезно. Я думаю, еще одно отключение. Дедушка, видишь? Это может быть очень страшно даже днем. Как жаль. У всего есть судьба. Кажется, что этот старый дом предупреждает, что нашей семье пришел конец. Дедушка, ты говоришь, что история подошла к концу. Значит ли это, что я могу? Если сегодня не будет гостей, тогда, возможно, я соглашусь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Администратор, дизайн вашего отеля очень особенный. Что это за стиль? Это не стиль. Это фэн-шуй. Это очень таинственно. Ты не поймёшь. Босс, это ваша карта, это Тянь-сяо и Синьюя. Отлично. Тогда я пойду внутрь. Возьми эти чемоданы. Конечно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Какой странный фэн-шуй у этого отеля. Это всё сложно. Сейчас пик туристического сезона. Почему тут никто не живёт? Серьёзно. Мы позволили вам наслаждаться VIP-обслуживанием и целым отелем по средней цене. Чего ещё ты хочешь? Или вы хотите заплатить нам больше? Нет, нет, нет. Средняя цена в порядке. Я имею в виду... Почему ваш отель такой дешёвый? Потому что... Потому что это особенный отель. Добро пожаловать в Вэйдзямин. Сюда. Ваша карта ключей от номеров. Сюда. Пойдёмте со мной. Хорошо. Идите за мной. Смотрите под ноги. Здесь. Идите сюда. Мы здесь. Пожалуйста. Нам очень жаль, это место требует ремонта. Мы давно хотели его отремонтировать, но у нас не было на это времени. Этот старинный отель поистине архаичен. Да. Похоже на веранду. В красивом тереме. Тут нельзя заметить приближение сумерек. В течение дня краски меняются. Когда поднимается луна, наш отель ещё более необычен. Почему это? Постройки стоят плотно. Луна будет единственным источником света. Ещё существует легенда, что в течение ночи выходят различные дикие животные. Например, дикие кошки или собаки. В этом нет ничего необычного. Подождите, пока не встретите четырёх диких бессмертных в нашем отеле. Кто такие эти четыре диких бессмертных? Это жёлтая ласка, лиса, ёж и змея. Это наши специальные животные. Если вы когда-нибудь встретите их, тогда вы сорвали куш. И наш босс сказал, что если они вам понравятся, вы можете забрать их. Считайте это бесплатным подарком от нашего отеля. Кто захочет забрать таких животных? Я их боюсь. Шэн-Ся, у тебя змея под ногами. Не бойся, я защищу тебя. Беспокойся о себе. Синьё, ты можешь быть страшнее этих четырёх бессмертных. Апэй, ты прав. Пожалуйста, входите. Сюда, заходите. Пожалуйста, входите. Проходите. Ся-Ся, я помогу тебе. Дай я возьму. Я сам могу. Отдай ему обратно. Вот, Сяу-Тянь. Возьми его. Ты берёшь или нет? Распакуйте багаж и встречаемся внизу. Лилия. Мне нужно спросить тебя кое о чём. Что у тебя с Сяу-Тянем? Не упоминай его. Я не хочу говорить о нём. Я пригласил тебя идти с нами. Я надеюсь, ты сможешь получить радость от путешествия. Хотя это твоя работа. Я всегда буду поддерживать тебя. Что бы ни случилось. Я буду рядом с тобой. Спасибо, Кивин. Я распакую свои вещи. Конечно. Увидимся позже в вестибюле. Ладно. Я её парень и жених. Я не имею к нему никакого отношения. Он не мой парень. Тогда я тоже не её парень. Я бросаю её. Может, мы не видели друг друга слишком долго и больше не знаем друг друга. Босс, что ты здесь делаешь? Дом слишком мрачный. Я вышел подышать свежим воздухом. Что у тебя на уме? Ответь мне честно. Что ты думаешь о Цинь-Сяу-Тяне? Нормальный парень. Но он ничто по сравнению с тобой. Вы не на одном уровне. Я думаю, он слишком озорной. Но он нам очень помог с тех пор, как присоединился к нам. Это правда. Он разоблачил мошенников и помог с машиной. Но почему-то я чувствую, что он и Лили не похожи на пару. Тебе не кажется, что он совсем не нравится, Лили? Что? Что ты хочешь узнать? Могу я? У меня есть шанс? Я понял, чего ты хочешь. Позволь напомнить. Неважно, пара они или нет, они должны быть парой во время этой поездки. Без него у нас не будет живого свидания. Сам знаю. У тебя всё хорошо? Что может пойти не так? Не входи в мою комнату без моего разрешения. Я пришёл напомнить тебе закрыть двери и окна. Сама знаю, уходи. Ты ещё здесь? Я говорила тебе не входить в мою комнату. Выйди. Только не паникуй. Послушай меня. У меня нет на тебя времени. Ты можешь уйти? Я немного волнуюсь за Лили. Я уговорил её присоединиться к нам. Мы только начали, потом произошёл тот инцидент. Я беспокоюсь о нашем путешествии. Я нашла хороший ресторанчик. Давайте пойдём поедим. Хорошо, пойдём. Тут кое-что... Что? Дай мне руку. Слушай внимательно. Тут есть змея. Прямо над головой. Ты думаешь, я действительно верю в историю Четырёх Бессмертных? Я не вру. Я что, такая дура? Посмотри вверх. Ну, не паникуй. Обещай мне. А-а-а! Змея! Лилия! Всё в порядке. Она настоящая! Не пугай её. Она пабль. Она отваливается. Это настоящая змея. Успокойся. Не кричи. Это настоящая змея. Она открыла рот. Что нам делать? Это настоящая змея? Что ты собираешься делать? Держи. Для самообороны. Для... Для самообороны? Да, что ты подумала? Я не настолько жесток. Будь осторожней. Чш-ш-ш. Брось её. Выбрось её. Ты боишься? Змея любит слушать музыку. Споёшь ей песню? Ей будет приятно. Хорошо, я выброшу её. Передай мне корзину. Можешь быть ещё более неуклюжей. Такая жирная змея. Она выползает. Лилия, в чём дело? Почему ты кричала? Что случилось? Просто я поймал змею. Что? Это настоящая змея? Да. В этом отеле есть змея? Осторожней. Ты почему боишься её? Змея – это хорошо. Вкусное блюдо. Отнесём в ресторан. Ты-ты-ты-ты. Чего? Съесть? У змей есть душа. Как мы можем их есть? Мы её отпустим? Ну да, конечно. Сяу-тянь прав. Просто отпустим. Теперь всё в порядке? Пойдёмте поедим. Идём? Можете сходить без меня? Я не голодна. Поехали с нами. Я только что нашла хороший ресторан. Я умираю с голоду. Я не хочу. Я немного устала, не пойду никуда. И детей насладитесь. Ты не боишься одна в комнате? Змея была поймана. Закрой окна и двери. Со мной всё будет в порядке. Сеу-тянь может тебе остаться с ней? Со мной всё в порядке. Иди с ними. Если что, звони. Всё? Тогда мы пошли. Пока. Саня, если что. Поняла. Что-то забыл? Надень ремень. Мои руки заняты. Не буду. Уходи. Мои руки заняты.